Здравствуйте, товарищи! Средства массовой информации сообщили, что Компартия Российской Федерации подготавливает новый проект трудового кодекса. Ну, чтобы понять значение этого шага, давайте просто вспомним, как часто принимается трудовой кодекс и меняется трудовой кодекс, и в связи с чем это происходит. Можно вспомнить, что первый кодекс законов о труде был принят в 1918 году, уже в Советской России, в РСФСР. Понятно, что этот документ отражал изменение положения рабочего класса после Великой Арбийской и Союзной Революции. Он характеризовал положение рабочего класса в условиях господства диктатуры пролетариата. Ну, и поэтому, например, закреплялась норма в восьмичасовом рабочем дне ограничения труда в ночные смены и сокращения труда, например, в ночные смены. Все это действительно характеризовало коренное изменение положения рабочего класса, который превратился в господствующий класс. Хотя мы с вами понимаем, что, конечно, утвердиться на деле в качестве собственника тогда еще было невозможно. То есть даже если мы провозглашаем предприятия государственными, этого еще недостаточно. Необходимо было бы наладить систему организационных отношений, которая бы система обеспечивала подчинение производства интересам рабочего класса. Эта работа охватила весь переходный период, надо сказать. В 1922 году был принят новый Кодекс законов о труде. Казалось бы, небольшой срок прошел, всего лишь 4 года. Что же побудило принять новый документ? Дело в том, что в этот период осуществлялся переход к новой экономической политике, эта политика предусматривала использование каплистических и допущение каплистических элементов в экономике, использование рыночных начал, что означало, что даже государственные предприятия действовали на основах хозяйственного расчета, то есть со значительной ориентацией на получение прибыли. И в этих условиях уже недостаточно было декларировать, что рабочий класс политически господствует. Политически он, конечно, господствовал, а вот действие рыночного регулятора могло наносить и наносило зачастую серьезный ущерб интересам рабочего класса. И здесь нужно было защитить положение рабочих коллективов, то есть предприятия, которые действовали на основах хомерского расчета. И, например, именно в этом трудовом кодексе появилось регулирование отношений между администрацией и работниками при помощи коллективного договора. Коллективный договор в условиях, конечно, победившего социализма, это была форма контроля за деятельностью администрации. Администрация, конечно, должна была действовать в интересах рабочего класса. Директора были, большинство из них уже из рабочих, что называется, свои, но свои-то они свои. Вот в силу такой экономики, экономики, где сохранялись рыночные начала, они могли принимать решения, которые носили ущерб интересам рабочего класса. Например, обеспечивать повышение прибыльности за счет понижения заработной платы, срезания расценок и так далее. Значит, нужно было вот такие попозновения ограничить, и здесь как раз коллективный договор и стал одним из, может быть, и центральным инструментов защиты интересов рабочего класса в условиях переходного периода. Ну, и поскольку момент расхождения экономических интересов администрации, советской администрации, администрации советских предприятий и рабочих, и работников, не только рабочих, но и работников этих предприятий существовал всегда, как в переходный период, так и после победы социализма, то вот кодекс законов о труде, принятый в 1922 году, действовал почти на протяжении полустолетия. Ну, наверняка вносились какие-то поправки в этот документ, но тем не менее, вот, так сказать, кодекс, как закрепляющий основные, так сказать, принципы, принцип господства рабочего класса, гарантии трудовые, гарантии по союзной деятельности и в то же время возможность рабочих и производственных коллективов контролировать администрацию при помощи коллективного договора, вот эти вещи, они сохранялись на протяжении десятилетий. В 1971 году был принят новый трудовой кодекс, ну, понятно, что за 50 лет многое изменилось, ну, например, конечно, повысилась производительность труда, можно было уже, я имею в виду в том смысле, что появилась экономическая возможность расширить социальные льготы и гарантии, и в этом смысле, конечно, была причина принять новый трудовой кодекс, он также назывался кодекс законов в труде, но, между прочим, отметим, что этот кодекс уже, поскольку он принимался в 1971 году, уже отражал и определенный поворот в трудовых отношениях, связанный с контрреволюцией, которая была осуществлена силам Хрущева и его клики. Так, например, в кодексе 1971 года отсутствовала норма о 8-часовом рабочем дне, а там закреплялась 41-часовая рабочая неделя. То есть то закрепление, так сказать, положение, что человек не должен работать больше 8 часов, а потом мы знаем, что в условиях завершения переходного периода от капитализма к коммунизму, то есть в условиях завершения новой экономической политики рабочий день был сокращен сокращен до 7 часов, то есть это было, между прочим, закреплено в Конституции, ну а Конституции, как СССР, Конституция, конечно, документ более высокого порядка, чем Кодекс законов о труде. То есть это вот все знали, что какой должен быть рабочий день. И он был 7-часовым перед войной. То вот такая размытость и неопределенность в отношении продолжительности рабочего дня в Кодексе законов о труде 1771 года была не случайной, она отражала вот этот контрреволюционный поворот. То есть можно было работника заставить работать больше, да, так сказать, и это открывало дорогу к сверхурочным, дескать, потом мы компенсируем или в сумме мы получим всем 41 час, ну а вы уж работайте, если будет необходимость, вся необходимость все более усиливалась, я имею в виду период 70-х годов, поскольку после контрреволюционного надлома экономики, который особенно явно был осуществлен в ходе хозяйственной реформы 1861 года, нарастала диспропорциональность в экономике, то есть планомерность отрицалась, теряла свой уровень, и рабочим очень часто приходилось обралить и штурмовать, и вот такая неопределенность насчет рабочего дня, значит, развязывала руки администрации для того, чтобы вот такие обрал осуществлять. Значит, кодекс законов о труде, принятый в 71-м году, если врать дальше историю и хронологию, разумеется, с определенными изменениями, с поправками, с изъятием ряда статей, с включением других статей, но, так сказать, за основу все-таки в этом документе выступала основа, которая заложена еще была в 71-м году, просуществовала до 2002-го года. Вот, так сказать, тут ведь что интересно, что в 91-м году вот факт контрреволюции был совершенно очевиден и можно констатировать его завершение, поскольку диктатура буржуазии стала уже совершенно открытой, явной, и, самое главное, она повела соответствующую экономическую политику, открыто прогласила курс на приватизацию, ну и соответствующая политика была в отношении рабочего класса. кодекс законов в труде пусть и ухудшенный, я имею в виду в 1771-го года кодекс, по сравнению с тем, что был раньше, в некоторых ключевых параметрах, о которых я говорил, уже не мог устраивать буржуазию, и она хотела, так сказать, совсем развязаться с наследием советского прошлого в области трудовых отношений. И вот когда такая угроза обнаружилась, она обнаружилась очень скоро, то кто взялся за разработку проекта Трудового кодекса России, который бы защищал интересы рабочего класса в условиях утверждения капитализма в России? Кто? Может быть, компартия РСФСР, точнее говоря, уже Российская Федерация, которая, напомню, в 90-е годы была очень влиятельной политической силой и имела даже относительное большинство депутатов в Думе. Никогда абсолютного большинства не имела, но относительное большинство депутатов в Думе. И имела, значит, экспертов и специалистов, которым составить документы, наверное, не представляла большого труда при желании. Но, значит, такая работа не была проделана. И кто же тогда проявил инициативу, и кто составил тот проект Трудового кодеска, который выражал интерес рабочего класса в новой исторической эпохе? Давайте вспомним это. Такими составителями этого проекта были два человека. Константин Васильевич Федотов, председатель Портового комитета российского профилактика докеров морского порта Санкт-Петербурга, и Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, кандидат экономических наук. Тогда он был профессором Санкт-Петербургского университета и одновременно являлся президентом фонда рабочей академии. Но вот если я здесь поставлю точку, то все поймут, что да, это люди, конечно, имели отношение к высокой науке, как Михаил Васильевич Попов, и к практике профсоюзного движения, как Константин Васильевич Федотов, но это было бы недостаточно. И Константин Васильевич Федотов, и Михаил Васильевич Попов были, наряду со всем перечисленным, членами Центрального комитета рабочей партии России. Так что вот в составлении такого фундаментального документа, очень крупного документа, но выше, наверное, только Конституция, можете называть Трудовой кодекс Конституции трудовых отношений, то есть это основополагающий документ в такой важнейшей сфере общественной жизни, как трудовая сфера. вот они составили этот документ и не как одиночки, а как представители рабочей партии России. Ну, разумеется, тут дело не обстояло так, что им поручили, да, очень трудно поручить людям, которые были заняты по месту основной работы, сказать, ну, ребята, давайте, Трудовой кодекс вы составляете. Тут была все-таки, хочу сказать, инициатива с их стороны. Вот люди эти сознательно взяли на себя такую колоссальную задачу не только по объему работы, а по своему значению. Вот сами взяли на себя, а разумеется, рабочая партия это поддержала и предложила все силы для того, чтобы составленный проект Трудового кодекса продвигать в рабочем профсоюзном движении России. Итак, это был 95-й год. 95-й год. Я хочу сказать, что Компартия Российской Федерации тогда тоже заявила в конце 90-х годов, что она будет составлять проект, но так он почему-то и не появился. Зато появились другие. В общей сложности было больше пяти проектов, в том числе от ЛДПР, от Яблока, но если их сравнивать с проектом, который выдвинул рабочую партию России, то, конечно, буржуазный характер последних был совершенно очевиден. там были просто гнусные вещи, например, в проекте Яблочника декларировалось, что трудоспособность человека наступает с момента его рождения, в чем легко можно было прочитать санкционирование детской патнографии и педофилии, если хотите. И вот в этой ситуации рабочая партия России не осталась одинокой, разумеется. Она здесь выступила как выразитель интересов живой части, живого крыла, боевого крыла российских профсоюзов. Мы знаем, что самая большая подчистенность организации ФНПР тогда была в глубоком кризисе, но были профсоюзы, которые очень активно действовали. Давайте вспомним, это и Федеральный профсоюз авиодиспетчеров, это и Российский профсоюз докеров, но и даже не в целом Российский профсоюз докеров, а прежде всего профсоюз организации морского порта Санкт-Петербурга и профсоюз защита труда, который тогда был очень активен и достаточно распространен. И еще целый ряд профсоюзов. вот это действующее крыло профсоюзов почувствовало, какую опасность несет стремление буржуазии протащить трудовой кодекс, который урезал бы возможности борьбы и поддержало проект трудового кодекса России, который был разработан рабочей партией России. А особенность этого проекта, чтобы понять, что, собственно, было отражено здесь. Особенностью этого проекта была то, что Центр Тяжести сделал на защиту прав трудящихся в порядке самозащиты, в порядке объединения в профсоюзы, в порядке самозащиты в связи с нарушением прав работодателя, все это было прописано. Было выделено большое внимание вопросу о коллективных договорах, потому что было понятно, что от буржуазии закона в интересах рабочего класса не дождешься и общего закона, который улучшал положение в целом рабочего класса, но те, кто борются профсоюзной организацией предприятий, могут добиться больше того, что имеется в целом у рабочего класса и тогда коллективный договор позволял лучше слать положение относительно норм, предусмотренных трудовым законодательством, трудовым кодексом. И вот эта опора на инициативу профсоюзных организаций была совершенно четко отражена в этом проекте трудового кодекса. Ну и, соответственно, люди, которые составляли проект трудового кодекса в интересах рабочего класса понимали, что никто со стороны работодателя, в данном случае это уже частный собственник, просто так никакой коллективный договор не подпишет, даже если это очень хороший договор с точки зрения рабочих, тем более не подпишет, если он очень хороший с точки зрения профсоюза, рабочего профсоюза. А как же тогда можно было добиться принятия? добиться можно было забастовочной борьбы. Поэтому вот здесь тоже было заложено нормы о том, чтобы закрепить право и порядок забастовочной борьбы организованных профсоюза работников. И в этом, конечно, проект Трудового кодекса, подготовленный Рабочей партией России в лице двух уже названных товарищей, существенно отличался от Кодекса законов о труде в советское время, где забастовка формально не запрещалась, но о ней ничего не говорилось. Там предусматривалось, что комиссия по трудовым спорам будет решать трудовые споры. А в условиях капитализма комиссия это может быть, конечно, но не она же решит. А такие споры решаются силой. А сила работников состоит в том, что они своими коллективными действиями угрожают прибыли капиталистов и заставляют собой считаться, идти на уступки. Вот в чем сила. И вот, что нужно было закрепить в Трудном кодексе, что было сделано. Но еще одно обстоятельство, которое отражало ориентацию вот этого проекта на интерес рабочего класса, большинство рабочего класса, стояло в том, что все нормы, используемые всех норм, всегда предусматривало, вот это Константин Васильевич Педотов тщательно прописывал, согласование с профсоюзными организациями. Согласование. Я напомню, что в отличие от нормы об учете мнения профсоюзных организаций, которые представлены в нынешнем трудовом кодексе, согласование означает, что при отсутствии такого согласования работодатель должен идти в суд и доказывать, что его позиция соответствует трудовому законодательству и поэтому имеет право на принятие того или иного решения. но мы понимаем, что решения работодателей как раз и потому нуждаются в согласовании со стороны работников, что они эти решения направлены зачастую против интересов работников, поэтому в том числе и в порядке нарушения трудовых прав. И поэтому иди, дорогой работодатель, в лице своих представителей доказывай, что ты не нарушал трудовые права, а если ты нарушал, ну тогда там по закону хоть и буржуазный суд, но букву закона он должен придерживаться и его должен выполнять, значит, это дело будут заворачивать. Но, так сказать, один раз такой суд проиграешь, второй раз суд проиграешь, значит, уже, так сказать, плохая такая репутация, да, вроде как, нарушитель закона, нарушитель кодекса со стороны работодателя, и поэтому естественно складываются ситуации, когда работодатель начинает делать шаги на встречу, чтобы все-таки профсоюз согласовал вводимые им нормы, то есть, вот это очень было важно, и Константин Васильевич, Михаил Васильевич это очень тщательно прописали в своем проекте. Ну, разумеется, было предусмотрено и то, чтобы права профсоюзных организаций и профсоюзных организаторов были гарантированы, это само собой, это тоже, конечно, необходимо иметь в виду, что в условиях борьбы стрелы полетят прежде всего на организаторов борьбы за интересы рабочего класса, и значит, надо было в правом плане это предусмотреть, оградить, предусмотреть защиту, хотя было понятно, что никакая норма не будет абсолютной защиты, если за выполнение этой нормы не развивается борьба со стороны организованных работников, организованных профсоюзов. Вот был-то какой проект, поэтому он и задался, получил название в конечном счете профсоюзным, хотя тут строго говоря, значит, он вот исходил из рабочей партии России, получил удобрение на заседание Российского комитета рабочих, который как раз и представлял собой орган координации действий боевых профсоюзов, значит, он также, поскольку и Константин Васильевич, это был вице-президент фонда рабочей академии, и Михаил Васильевич был президент фонда рабочей академии, имели отношение к фонду рабочей академии, и это была такая форма, которая была удобная для поддержки со стороны профсоюзов, а должен сказать, напомнить, что в 90-е годы вовсе не все профсоюзы были коммунистическими, и с политической точки зрения, очень многие профсоюзы были так сказать, по настрою антикоммунистические, или по декларации антикоммунистические, не всегда принимали даже коммунистов, поэтому с точки зрения продвижения кодекса рабочей партии России, надо было лучше было предпочтительнее избрать такое нейтральное название, поэтому он и был фондом рабочей академии, проектом фонда рабочей академии. мы все прекрасно понимали, что славу это мы сочтемся, если такой примут трудовой кодекс, и рабочий класс добьется больших успехов, потом можно будет напомнить, что инициаторами разработки этого проекта являлась рабочая партия России. так вот, значит, с иным названием, но именно этот проект получил широкую поддержку, в том числе ряда депутатов Государственной Думы и темраза Айвалиани и Олега Шейна, поэтому это еще было названием, сказать, дополнительным названием для продвижения в Государственной Думе, потому что кто проявлял законодательную инициативу, значит, тот и берет ответственность за продвижение, поэтому и появлялись такие фамилии у этого проекта и тоже давали ему название еще дополнительное. Так вот, за этот проект развелась активная борьба, очень активная борьба, в которой, конечно, рабочая партия России, я бы так сказал, играла роль координатора и штаба. Сначала на российском комитете рабочих туда приезжали депутаты и представители боевых профсоюзов, потом, когда профсоюзы развернули эту широкую борьбу, она была действительно широкой, скажем, санкт-петербургский докер распечатали этот проект в таком количестве ВПР, в которых было достаточно, чтобы с ним можно было ознакомиться всему профсоюзному движению России, не только, кстати, боевому крылу профсоюзов, но в числе и ФНПР. И когда дело дошло до судьбы профсоюзов, некоторые из фонапыровских организаций очень живо отреагировали, позитивно отреагировали на этот проект. Значит, потом для координации этой борьбы в широких масштабах был создан специальный комитет Единой действий профсоюзный комитет, который объединял все борющиеся профсоюзы. И эта борьба включала и массовые акции, в том числе профсоюзы обеспечеров, они прибегали к голодовке для поддержки этого проекта. Короче говоря, вот благодаря такой борьбе проект Рабочей партии России когда он был выночен на голосование, получил в рейд на голосование в самой личной буржуазной думе, так сказать, второе место, второе место. Ну, первый получил проект, который пришлось, так сказать, стряпать из многих как-то, так сказать, правительству, да, потому что все остальные проекты ЛДПР яблочные были выбиты и вообще вот появление коммунистической инициативы стороны Рабочей партии России очень застало врасплох наверху, и им пришлось очень много из этого проекта Трудового кодекса взять в тот проект, чтобы он прошел в Государственной Думе, и чтобы он не был совсем, так сказать, не имел черты людоедского. И то, что было в результате принято под влиянием вот этой активной борьбы живых профсоюзов, которые продвигали проект Трудового кодекса подготовленной Рабочей партии России, в общем-то для рабочего класса приемлемо, казалось, потому что нормы о коллективных говорах были закреплены, нормы о заведении забастовочной борьбы были закреплены, в этом принятом Трудовом кодексе, да, сказать, может и немножко усложнилось организация забастовочной борьбы, потому что тут уже не цех должен был вставать и не участок, а целый заводской коллектив. Но, с другой стороны, мы понимаем, что если цех и участок встанет, то это такая ненадежная вещь. Они сегодня встали, завтра и не найдешь, кто это организовал. То есть требовалось, в общем-то, поднять уровень организации профсоюзов для того, чтобы вести серьезную заводствовочную борьбу. Ну, а серьезность заводствовочная боевая требует серьезной организации. Что же это такого? И не надо, может быть, сильно пенять на вот эти сложности. Да, надо, конечно, поработать сначала в профсоюзе, прежде чем вступать в конфликт с работодателем. Значит, отметим, что Коммунистическая партия Российской Федерации впрямую как-то не поддерживала и не агитировала за проект Трудового кодекса Рабочей партии России. Но когда дело дошло в голосование, то у фракции КПРФ хватило благоразумия поддержать проект профсоюзный. Хватило благоразумия, и это, так сказать, очень хорошо. Поэтому из 180 голосов там голоса коммунистов, конечно, преобладали. Спасибо вам большое за это. Что скажешь? Спасибо не за то, что они обещали подготовить проект и двинуть, но они этого не сделали. А за то, что поддержали очень хороший боевой проект, за это можно поблагодарить. Значит, вот теперь, после того, как этот проект принят, и, так сказать, принят с теми нормами, которые, если уж не вполне, то в значительной степени соответствуют задаче рабочего класса организовать борьбу за свои интересы в условиях капитализма, нужно ли принимать еще какой-то трудовой кодекс? Я думаю, ответ понятен. Не нужно. Можно, конечно, всегда, так сказать, внести какое-то предложение и продавить, что называется, предложение, поправку в действующий трудовой кодекс. Это, само собой, конечно, конечно, это имеет смысл, да, но условия, объективные условия для того, чтобы что-то принципиально поменять, а принципиально поменять, это, значит, для этого, собственно, и нужен самостоятельный проект трудового кодекса, то есть, в целого документа, вот такой объективной необходимости нет. А с этим трудового кодекса существующим надо работать и даже надо понимать, как можно вносить поправки в действующий трудовой кодекс. То есть, эти поправки действительно связаны с интересами рабочего класса, с крупными интересами рабочего класса, ну, например, если мы берем сокращение рабочего дня до 6 часов, то как вы думаете, можно сейчас вот через Думу, в которой преобладают представители буржуазии, провести вот такую поправку в трудовой кодексе, даже если вот нашлась бы такая фракция, например, допустим, фракция Коммунистической партии РФ. Ну, я думаю, вопрос риторический. Конечно, нет. Если вы сомневаетесь в этом, ну, давайте посмотрим на тех, кто долгое время служил образцом для наших буржуазных властей в Соединенных Штатах Америки. Там проект о шестичном рабочем дне был внесен в Сенат в 1933 году. То есть, это задолго до того, как кто-то сейчас хочет внести или хотел бы внести в наш парламент, который называется Государственный Дум. И что вы думаете? Ну, конечно, провалило. Провалило буржуазия в лице своих депутатов этот чудесный с точки зрения рабочего класса проект, и вот уже скоро, как 90 с лишним лет, никто уже больше и не вносит это дело, потому что, понимаешь, это безнадежно. Вот так попробовать через депутатов внести и продавить. Через депутатов. А как же тогда можно принять крупные поправки и внести? Что называется, сказать, очень просто, если это на словах. Но мы знаем, что сказочка скоро сказывается, а дело делается не очень быстро. Вот, если, так сказать, развернется профсоюзная буржуазия, сначала на отдельных предприятиях, которые будут, возможно, есть у нас передовые предприятия, вот они побились и включили в коллективный договор норму о 6-ти часовом врачем дне. Вот, для того и бились профсоюзы действующие, в том числе при помощи рабочей партии России за включение норм о коллективных договорах в принятый трудовой кодекс, чтобы иметь такую возможность закрепить более благоприятные для рабочего и для труженика нормы, чем предусмотрены законодательством. Вот, в законодательстве написано нормальная продолжительность рабочей недели не более 40 часов, а вы можете исходя из этого, исходя из того, что этот же Туровой кодекс записывает, что благодаря коллективным договорам можно предусматривать нормы более благоприятные для работников, вы можете записать свой коллективный договор 6 часов и будете жить вот по этому коллективному договору. Поэтому некоторые наши товарищи говорят, это конституция предприятия коллективного договора, то есть такой очень крупный документ. Но в каком-то смысле, видите, его значение даже выше, чем конституция, потому что когда еще в конституции вы запишите что-то там про рабочий день, а вот уже коллектив, который поборолся и достиг положительного результата, будет жить с 6 часов рабочим днем. И вот если это широко развернется, такая борьба, там будет 6 часов, тут будет 6 часов, на десятках предприятий крупных будет 6 часов, и вдруг выяснится, вдруг я имею в виду или бурразии, для рабочего класса совершенно понятно, что при 6 часов рабочего дня производительность будет выше, потому что будет больше стимунов для обновления техники, будет выше мотивация у работников, они будут лучше надохнувшие и более, так сказать, подготовленные, у них будет время хоть подумать, что-то поизучать, повышать свою квалификацию, то производительность будет выше. и тогда работа дата системы говорит, да смотрите, дело-то хорошее, и вот тогда можно будет говорить о том, что при внесении этого предложения, этой поправки в Государственную Думу, за него проголосуют, да если еще при этом, значит, в день голосования или накануне голосования, или, значит, по России пройдет, например, приостановка работы на 5 минут по всей России, ну так, где миллионы, которые примут участие в этой акции, миллионы в 4, а может, миллионы в 5 работников. Вот тогда и будет, возможно будет, внесена поправка в Трудовой кодекс, который будет смотреть 6-часовой рабочий день, как нормальную продолжительность, и 30-часовой рабочий день. Ну вот, за это надо биться, да, но пока еще это очень далеко, нет ни на новом предприятии такого, чтобы в коллективный договор такая бы норма была внесена. Даже есть более еще ценный опыт, даже без внесения в коллективный договор норм о 6-часовом рабочем дне можно сократить рабочее время. И вот эта практика, опять практика рабочего, российского рабочего движения делает такие открытия, и приносит такие открытия. Вот в свое время докеры проводили забастовку не в виде полного прекращения работы, а в виде сокращения смены на 1 час. Вот оно. И это было, так сказать, строго по закону о забастовке, потому что полностью или частично приостановили. Вот они частично приостановили работу. Значит, они там, условно говоря, 7 часов работали, а 8-ое, что не работали. Забастовка, забастовка. Я уж не говорю о том, что это большой плюс с точки зрения проявления забастовки. Никаких штрейбрехеров ты не затащишь сюда, потому что рабочие места заняты. А, так сказать, это очень эффективно. И в то же время это уже сокращение рабочего времени, причем какое, которое целенаправленно используется для того, чтобы обсуждать вопросы организации и коллективных действий. Ну, высшие пилотажи лучше ничего не придумаешь для рабочих. Так можно все время выделять какие-то требования и, так сказать, вести бессрочную забастовочную борьбу в виде работы на час меньше, чем это предусмотрено правилами трудового распорядка. Ну, если, значит, мы хотим вести в 6-часовой рабочий день, значит, надо тогда проводить забастовку в виде работы в течение 6 часов, то есть на 2 часа меньше, чем предусмотрено правилами трудового распорядка. Блестящая штука. Вот это уже совсем все просто, да. Просто для тех, кто захотел бороться, имеет, так сказать, возможность организоваться и действовать так. Все. Не надо ждать ни трудового кодекса, даже не надо ждать принятия коллективного договора. Ну, не примут это, ну, не приняли они норму, вот не идут. А вы уже живете в условиях 6-часового рабочего дня. Прелесть. Это тоже вот раскрыли на Российском Питере рабочих и на эту сторону дела обратил внимание как раз президент Фонда Рабочей Академии Михаил Васильевич Попов, который был тогда президентом фонда, сейчас он, вице-президентом, возглавляет фонд Рабочей Академии, более молодой товарищ Виктор Иванович Галков. Тоже очень грамотный, подготовленный, прекрасно знающий интересы рабочего класса и, так сказать, обеспечивающий руководство Фонда Рабочей Академии в соответствии с этими интересами. спрашивается, где тут, так сказать, место для нового проекта Трудового кодекса, в чем необходимость? Ну, вот, что, есть подъем, да, вот такой, подъем, который меняет, скажем, социально-экономическое устройство России, ну, такого подъема нет, все прекрасно это знаем, да, значит, есть условия для того, чтобы вот какую-то поправку протащить, такую крупную, 6 часов на общем дне, ну, я рассказал, еще нет ни одного коллективного договора, нет еще, так сказать, ни одной забастовки, вот на сегодня нет, ни одной забастовки, которая проходила бы в виде сокращения работы на один час или на два часа. Так на чем собирается КПРФ базировать продвижение? своего Трудового кодекса и этой нормы, о которой уже успели, так сказать, прозвонить и развонить все средства массовой информации о 6 часовом рабочем дне. Вот мне даже, теперь мы поговорим об этом. Вот в Рабочей партии России, значит, норма о 6 часовом рабочем дне давно сидит в программе партии, то есть это партийные требования, да. Интересно, а у, значит, Коммунистической партии России, Российской Федерации есть такая программная норма? Если такой программной нормы нет, то это вот о чем говорит, что сегодня они выступили за 6 часов рабочий день, а завтра говорят, да ну его, это 6 часов рабочий день, и не с каких-то соображений, что вот мы сегодня должны на это упор делать, да, в продвижении этого, а просто потому, что для них это не важно. Если это в вашу программу не входит, то это какой-то второстепенный вопрос, потому что в программе всегда партия включает то, что является коренным с точки зрения класса, который эта партия представляет. Вот, значит, Коммунистической партии Российской Федерации нет такой программной задачи. Я имел опыт, между прочим, работы с Коммунистической партией России по продвижению 6 часов рабочего дня. В свое время депутат Рашкин такой известный очень всякими экстраординарными выходками предложил, так сказать, это было лет 6 назад, что дайте вот по скорочению рабочего дня ко мне обратился. Я с удовольствием написал очень короткий законопроект о введении 6-часового рабочего дня в расчете на то, что поднимется такой шум, если хотите, получится резонанс это, и тут дело не в том, что это было бы гарантировало продвижение через Думу. Это ничего не гарантировало бы, но это хоть привлечет внимание рабочего класса, вот такая яркая инициатива. Это еще было до ИСВО, как мы с вами понимаем. Ну вот, значит, отправил я в законопроект, а дальше мне пришел ответ, что наши эксперты, эксперты КПРФ, считают несвоевременным введение 6-часового рабочего дня. Интересно, а вот теперь эксперты, которые разрабатывают новый проект Трудового кодекса и которым приписывают инициативу перехода к 6-часовому рабочему дню и 30-часовой рабочей недели, вот они точно за эту норму? Если они точно сегодня, то почему они вчера против вступали? Я даже вот как-то думаю, ну, чуть думаешь, что же это Рашкин такое, а потом подумал, а что Рашкин? В программе, значит, у партии в программе, я имею в виду КПРФ, ничего подобного отсчета нет, и тут вылезает, значит, Рашкин, и такое крупное требование, которое ставит определенное положение эту партию, КПРФ, предпредставляет ее всему остальному, значит, лагерю буржуазных партий, а сама она, к сожалению, с рабочим классом связана только по названию, да, что она коммунистическая, а по сути, мы знаем по ее политике, по ее программе, это отнюдь не коммунистическая партия, она даже не, как-то, помните, в начале 20 века были буржуазные рабочие партии, она партия буржуазная, не рабочая, потому что нет у нее связи с рабочим, никакой, никакой связи нет, ни одной забастовки не проведено, не организовано при помощи КПРФ, и не подготовлен ни один проект хотя бы коллективного договора вот этой могучей партии, которая до сих пор имеет достаточно большое представительство в Государственной Думе. И вдруг вот такой поворот. С чем этот поворот связан? Ну, я думаю, что связан с тем, что КПРФ чувствует, что идет ко дну. Раньше она держалась за счет того, что была партия патриотизма, и вот была положительная роль, когда все поносили Россию, да хоть не советскую, хоть советскую, какую угодно, то есть шло дело уже просто к уничтожению России. Тут надо было быть патриотом, это было полезно, да, потому что это хоть за сохранение России, ну, хоть какую-либо, хоть буржуазную, но все равно Россия за сохранение. Скажите, пожалуйста, кто сегодня не патриот? Какая буржуазная партия сегодня не патриот? И кто из идеологов этих буржуазной партии сегодня не патриот? Они все патриоты выступают так ярко, что на этом фоне, так сказать, вот КПРФ просто бледнеет, просто бледнеет. Ну, вот им нужно как-то отличиться, и что-то, значит, нужно, сказать, как-то отличиться и выделиться, иначе просто она, сказать, окончательно погибет. Вот, я думаю, это раз. Во-вторых, тут ее пожалели, я думаю, так сказать, нынешнюю власть тоже сказали, ну, что вы, совсем вы пропадете, а вы вообще-то нужны, потому что сейчас снова с благодарностью вспоминают советское время, ну, и кто-то должен вот эту линию, так сказать, отсвечивать и во власти тоже, и в парламенте, вот это ваша роль, чего же вы так, давайте, вы какие-то должны предложения вносить тоже, такие частичные, там, о правах женщин, беременных, все это хорошо, и сегодня это и буржуазий с удовольствием поддержит, такие поправки, безусловно, пройдут, не шести часового обучения, пройдут, вот им, значит, это да. Ну, и вот я должен сказать, что из того, что было слышно в средствах массовой информации, ничего не говорилось о нацельности нового проекта на расширение возможностей коллективных действий рабочего класса, ничего не говорилось, говорилось о том, что вот сейчас мы эту гарантию дадим, мы это вернем, у них все одно только, вернуть советские гарантии без того, чтобы опереться на рабочий класс. Ну, если вы будете так и дальше себя вести, конечно, вы ничего не вернете, потому что вернуть можно только благодаря коллективным действиям рабочего класса, или вернуть только то, что сегодня самой буржуазии по зарез нужно, когда вот она столкнулась с тем, что вымирает Россия и рабочий класс сокращается в своей численности, то есть сокращается источник прибавочной стоимости, то, конечно, буржуазия беспокоилась. А сегодня речь идет не только вообще о прибавочной стоимости, а вообще о выживании, как российской буржуазии. Вот поэтому, собственно, тут большое беспокойство и большое поливение на словах буржуазных идеологов. Ну, и это надо, так сказать, ценить вообще. Это хорошо. Это лучше, чем если бы буржуазные идеологи поносили бы все советское, с этим рвали бы и пошли просто в услужение американскому фашизму во внешней политике, как это поступили, так сказать, на Украине. Поэтому вот эта позиция борьбы за демократию хотя бы буржуазную, она заслуживает уважения, потому что здесь борьба не между пролетарской демократией и сегодня для России центральное значение имеет не борьба между пролетарской демократией наразивающейся и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией Россией сегодня это и есть страна буржуазно-демократическая и фашизмом, американский фашизм во внешней политике. Но тут, конечно же, надо поддержать буржуазную демократию, потому что американский фашизм во внешней политике – это просто тюрьма для рабочего класса, если он еще останется. Ну, в каких-то, конечно, объемах останется, но не в таком размере, потому что американский фашизм не заинтересован в сохранении экономического организма России, как самостоятельного организма. Значит, вот ничего у КПРФ в плане борьбы нет, организовать борьбу не собираются, и на это не делают даже акценты, это не звучит. А еще прозвучала мысль, что, значит, надо обеспечить индексацию заработной платы, ну, это вообще караул. Ну, они хоть знают, что в действующем кодексе есть норма обеспечения повышения реального содержания заработной платы. В этой статье так очень, так сказать, говорится, это завуалировано, да, там говорится об индексации, но вообще-то само название статьи прямо говорит, что надо обеспечивать. Если буржуазии обеспечивают не потому, что нормы нет, нормы-то есть, а потому что не принуждают трудящиеся, организованные в профсоюзы, к выполнению этой нормы. И что, значит, изменится, если КПРФ продекларирует какую-то иную норму, даже если она как-то будет звучать лучше, хотя сейчас она звучит совершенно отвратительно, и с этим лучше бы не выставляться бы, да, ничего не изменится без борьбы рабочего класса. Поэтому инициатива, значит, КПРФ в данном случае, если она и дойдет до выдвижения кодекса, в этом смысле совершенно несовершенно, бессмысленно, так скажем. И даже нет уверенности, что это не разговор о Турном кодексе, а действительно подготовка этого документа и его выдвижения. Потому что с точки зрения интереса рабочего класса здесь сейчас надо не кодекс менять, кодекс-то более-менее приемлемый для организации борьбы рабочего класса, а развертывает эту борьбу. И вот такое выдвижение, оно, этого проекта, оно может сыграть еще и негативную роль в том смысле, что это будет как-то вроде так, что ребята рабочие, вы тут не надо, так сказать, суетиться, не надо бороться, вы подождите, мы сейчас решим. Но сегодня не получилось, но ничего, мы будем и дальше двигать, а глядишь и наберем когда-нибудь большинство голосов. Вот уже, значит, 30 с лишним лет набирает большинство депутатов, никак не наберут и никогда не наберут. Да, теперь, значит, вы ждали этого, может быть, какая-то часть рабочего класса. Теперь вы подождите, когда мы наберем большинство голосов, которые полосуют за этот замечательный проект. Это еще займет несколько десятилетий. Это нужно рабочему классу? Нет, не нужно рабочему классу. Поэтому рабочему классу нужно вести борьбу, так сказать, за свои интересы на почве уже действующего Трудового кодекса. И еще раз подчеркиваю, что речь идет не о том, чтобы дублировать нормы этого Трудового кодекса, в смысле нормальной продолжительности рабочего времени и так далее, а использовать Трудовый кодекс для того, чтобы принимать коллективные договоры, которые улучшают положение работников по сравнению с теми нормами, которые присмотрены в трудовом законодательстве. Вот, собственно, позиция рабочей партии России. Наш-то кодекс никуда не делся. Если вдруг сложится такая ситуация, когда подъем рабочего класса позволит упрощить и развить демократический начало в современной России, мы этот кодекс тоже можем двинуть запросто. Что ж такого-то? Да, и сделать лучше для условий капитализма. Но сейчас не такие условия. Поэтому нечего заниматься вот этой бумаготворчеством, а нужно, используя уже имеющиеся возможности, идти в коллективы и бороться за интересы рабочего класса с учетом специальной военной операции. И вот если говорить о шестичном воровом, чем нет, то я думаю, что это не самая своевременная постановка вопроса, потому что, значит, с одной стороны говорят о том, что надо увеличивать выпуск вооружений, да, и тут, к сожалению, с учетом того, что очень долго не занимались серьезной производительностью труда и обновлением основных производственных фондов, приходится использовать в том числе и увеличение продолжительности рабочего времени. И вот сейчас прийти и сказать, что вы, давайте-ка вот сейчас по шесть часов, это вот это хочет КПРФ, так сказать, поставить вопрос о том. По шесть часов надо поставить вопрос о том, мы это понимаем, но в каком ракурсе? Что вот как только завершится специальная военная операция или ее острофаза, как хотите, да, то есть, когда отпадет необходимость работать вот в таком напряженном режиме, вот так срочно надо бороться за введение и выступать за введение шестичасового рабочего дня для тех, кто сейчас схватил вот этого избыточного напряженного труда. Точно так же, как нужно срочно, так сказать, ввести этот пенсионный возраст в его прежних границах, для тех, кто сейчас так напряженно работает. Вот так можно поставить вопрос, конечно, и нужно поставить вопрос, но говорить абстрактно, что как будто сегодня надо прямо сейчас бороться за шестичасовой рабочий день, несмотря на то, что это, вообще говоря, может негативно отразиться на выполнении гособоронзаказа. Вот рабочие партии так вопрос не ставят. Если КПРФ так ставит вопрос, то возникает вопрос, она вообще ориентируется, в какой обстановке она живет. Я хочу напомнить, что, так сказать, очень почитаемый и заслуженно, в том числе и КПРФ, вождь рабочего класса Иосиф Виссарионович Сталин, допускал в годы Великой Отечественной войны увеличение продолжительности рабочего дня, и не только дня, но и недели, допускал. При том, что тогда действовала Конституция, хочу напомнить, в том числе и членам и руководства КПРФ, Конституция СССР, в которой было записано, что для большинства рабочих действует 7-часовой рабочий день. И вот не было тогда условий таких. Сейчас никто не говорит о том, что нужно безмерно увеличивать продолжительность рабочего дня, но, тем не менее, нет условий для сокращения до 6 часов, по крайней мере, в оборонном секторе, да, поэтому зачем мы так ставить вопрос. Надо применяться к этим условиям, и не надо, так сказать, угрожать обороноспособности нашей страны, нашей страны. Вот такая позиция, значит, в рабочей партии России в отношении Трудового кодекса и тех норм, которые, конечно, стратегически в нашей программе присутствуют, но которые непосредственно сегодня, очевидь, нельзя, очевидь, нельзя. Значит, давайте бороться за права рабочих примитивно к нынешним условиям, из-за интереса рабочих примитивно к нынешним условиям, использовать Трудовой кодекс, имеющийся, не уводить в сторону рабочие и прославленные движения от насущных задач использования возможностей заключения коллективных договоров и коллективных действий, которые сегодня имеют, так сказать, вполне твердую правовую основу. Вот сейчас какая главная задача. Не надо составлять маниловские, а то даже и вредные, так сказать, документы, которые вводят рабочий класс в сторону от этой магистральной борьбы. Спасибо, товарищи, за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok